Капитальный ремонт у Лизбеляева и Можайского в Вологде подходит к завершению. Код ремонтных рабочий 100-го ноября проверил глава города Евгений Шулевов. Подробности в материале Марии Поздеевой. У нас на районе 60 лет уже не ремонтировались дороги. При вас произошло замечательное событие. Отремонтировали две основные дороги. Несколько десятков лет без нормальной дороги, тротуаров, парковок. Постоянная грязь и пыль летом с дороги. Все это в прошлом. Сейчас на улице Беляева новый асфальт. Удобные большие парковочные зоны, широкий тротуар для пешеходов и велосипедистов. Теперь именно так выглядит одна из самых востребованных транспортных артерий в районе льнокомбината. Очень довольны. По сравнению с тем, что было, это был ноль, а сейчас практически очень хорошо. Власти идут на диалог согласны с тем, что надо весной будет проверить качество выполненных работ застройщиками. Каждый этап строительства дороги под контролем. Городские власти регулярно проводили проверки, жители микрорайона отслеживали изменения. 6 ноября глава города Евгений Шулепов выслушал предложение и замечание Волокжан по поводу строительства, а также пообщался с подрядчиками. По улице Беляева у жителей микрорайона вопросов нет. Здесь строители с работой справились на отлично. Такую оценку дали сами Волокжане. Сейчас осталось нанести разметку на дорожном полотне и завершить благоустройство. По Можайскому в ходе ремонта возникли некоторые трудности. В ходе производства работ, значит, форс-мажорные обстоятельства появились. Это кабель РЖД, который мы не могли долгое время переключить. Проект там не согласован был переключение. Ездили в Ярославль, с РЖД согласовали. Вот буквально 6 дней назад нам дали отключить этот кабель, переключение сделали. Вот сейчас производим работы по правой стороне. Поэтому правый тротуар улицы Можайского в этом году выполнят только в Гравии. Погодные условия не позволяют завершить полностью ремонт. Асфальт строители положат весной. С остальным объемом работ подрядчик укладывается в срок. Это часть готова полностью? Все полностью готова. Освещение, озеленение здесь сделано тоже? Да, да, да. Огрыжение все поставлено? Да. Освещение после наладочной работы сейчас ведутся, на следующей неделе зажгем. На следующей неделе загорится? Да. Значит, с проезжей частью что? Проезжая часть будет закончена в середине следующей недели. До середины следующей недели полностью по боевому будет сделано. Поребрика до поребрика. Да, да. Как будет меняться город в целом и каждый микрорайон в отдельности во многом зависит от самих жителей. Там, где вологжане проявляют инициативу, ведут диалог с властями, контролируют ход ремонтных работ и результаты лучше. И сегодня у представителей ТОСа тоже есть предложение. Очень бы хотелось обратить внимание на выезды из дворов. Проблема осталась. К сожалению, пока проблема осталась. Как всегда, это были выезды из дворов, это была хроническая лужа. Лужи пока остались. Просьба вот устранить подрядчик. Но начал скрывать по новой, видимо, устраняется проблема. Еще один вопрос. Волнующий жителей повышенный шум со стороны железной дороги. Раньше там расслето поля, а шума было меньше. Сейчас власти предлагают решить проблему по-другому. Уже ведутся переговоры с руководством РЖД об установке шумоизоляционных щитов на протяжении всей железной дороги, находящейся на территории города. Это позволит сделать ремонт завершенным, а проживание в кварталах рядом с железной дорогой более комфортным. Основной объем будет выполнен на 99%, скажем, процентов исполнен. Есть замечания, сейчас мы их обсудили с местными жителями, с руководителем ТОСа. Эти замечания будут в ближайшие дни подрядчикам устранены. Особенно это касается примыканий в ближайшие части, ну и вот этих переходов по тротуарной части. Это незначительные замечания, они будут устранены. Ремонт дорог вышел на финишную прямую не только в этом микрорайоне. Существенно преобразилась и улица Возрождения. Сдать ее подрядчик планируют к 15 ноября. Добавим, что в этом году в Вологде выполнен колоссальный объем работ по реконструкции дорожного полотна. Всего в план капитального ремонта вошли 14 городских улиц. Большинство из них уже сданы. Мария Поздива, Михаил Прищев, Вологда, Портал. Спасибо.